Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей. С вами компания электричка.рус, электромобили из Китая. Друзья, сегодня мы расскажем вам о таком кроссовере, достаточно интересном, набирающем популярность в России. Это, скажем так, продукт совместного производства трех компаний. Это Чанган, Хуауэй и Катл. Аватар 1.1. Именно 1.1, не 11. Не дубль там, ничего. 1.1. Дизайном данного электромобиля занималась компания, которая находится в Мюнхене. Компания Хуауэй предоставила свои мультимедийные и онлайн технологии. Но Акатл это, конечно же, батарея. Аватар по своим габаритам напоминает X6. Длина автомобиля составляет 4,880. Высота 1601 мм. Ширина автомобиля составляет 1970 мм. И немножко технических характеристик. Друзья, запас хода Аватара составляет 700 км. Установлена батарея емкостью 116 кВт, которая обеспечит этот запас хода. Мощность автомобиля 570 лошадиных сил. Достаточно мощный. Два электромотора на каждой оси. И разгон до сотни 4,5 секунды. Конечно, меньше, чем у других электромобилей. В первую очередь, что мы видим, подходя к автомобилю, это, конечно, бумерангообразные фары. Очень красиво, очень стильно выглядят. Гладкая закрытая передняя часть автомобиля, характерная для всех электромобилей, без решетки радиатора. Друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, что Аватар 1.1 достаточно технологичный автомобиль. Установлено очень много камер. Четыре под лобовым стеклом, камера переднего вида, лидары, шесть парктроников. На автомобиле установлены 22-дюймовые колеса, тормоза Brembo. Есть два вида дизайна дисков, спицы и ромбики. У нас в данном случае присутствуют спицы. На крыле располагается еще одна камера. Также две камеры на зеркалах. Поворотник на зеркале, слепые зоны. Ну и характерно для многих электромобилей, это утопающие ручки. На заднем левом крыле располагается порт зарядки электромобиля. Стандарта два порта, два разъема. Это быстрая зарядка и медленная зарядка. Как видите по пенал, данный автомобиль является трехфазным. Закрывается нажатием кнопочки. Друзья, по своей форме Аватра 1.1 напоминает купеобразный кроссовер. Ну, либо лифтбэк. Но это не так. Это фестбэк. У кроссовера открывается только крышка багажника. Мы это вам сейчас все покажем. Обратите внимание на заднее стекло кроссовера. То есть оно такое достаточно узкое и через него ничего не видно. Поэтому разработчики установили две камеры заднего обзора. Друзья, задняя часть автомобиля тоже достаточно интересная. Конечно же, это характерная для всех китайских автомобилей, электромобилей. Горизонтальная фара, проходящая через всю заднюю часть. Вот мы подошли к крышке багажника. Здесь, конечно же, расположен достаточно интересный спойлер. Сейчас мы вам покажем, почему это все же фестбэк, а не лифтбэк. Открывается только крышка багажника. Как у обычного седана. И обратите внимание на объем багажника. Он 360 литров. Ну, я не знаю, как это в литрах будет понятно, непонятно. Стоит зарядная станция. Она достаточно компактная. Поставили спортивную сумку. Ну, места больше нет. На крышке багажника находится камера заднего вида. И еще, обратите внимание, вот на эту белую полосу. Это фонарь заднего хода. Говоря об аватар 1.1, наверное, говорить про такие вещи, как электродвери, ну, это вообще неуместно. При этом обратите внимание, дверь безрамочная. В наших условиях зимних, я думаю, что, скорее всего, либо резиночки, либо стекло надо будет чем-то обрабатывать, чтобы в мороз они не примерзли. Ну, что ж, вот мы в салоне аватар 1.1. Здесь смешаны хай-тек и спорт. Сидения напоминают очень спортивные ковши, но при этом они достаточно комфортные. То есть сказать, что это спорт, нельзя. Это больше комфорт. Но по форме они очень красивые, очень стильные, классно смотрятся. Про материалы их надо отдельно остановиться и сказать, что достаточно приятные на ощупь и хочется трогать тактильно. Такие достаточно приятные, мягкие. Использована кожа NAPA. Руль двухцветный, тоже кожа NAPA. Панель передняя, она, конечно, кожзам, но достаточно приятный, мягкий. И достаточно, очень обратите внимание, интересно выполнены кнопочки регулировки сидений. То есть в стиле Mercedes на дверях, но сами по себе форма у них достаточно интересная. И вообще физических кнопок в автомобиле достаточно мало. Опять же, а те, что есть, они очень оригинальные. Еще что хочу сказать, конечно же, это про мониторы. Их три. Левый монитор, это привычная нам панель приборов. Здесь отображается состояние автомобиля, заряд батареи, запас хода, скорость, все помощники и ассистенты водителя. Центральный монитор, это обычное управление мультимедиа и всеми функциями автомобиля. Он достаточно простой, достаточно ясный. Под центральным монитором располагаются два подстаканника с держателями. В подлокотнике есть разъем USB Type-C и слот для microSD. Также 12-вольтная зарядка для телефонов или прикуривателей. Хочется отдельно рассказать про руль. Он достаточно интересный, не совсем обычной формы. Круглый, не круглый, с какими-то гранями. Трехспицевый более нам привычный, да. Но достаточно интересный. Ну, опять же, аватер 1.1 что-то такое космическое. Двухцветный. По форме, по своей тактильности достаточно приятно его в руках держать. За счет вот этих подушечек уплотнителей. Сигнал автомобиля, на мой взгляд, немножко маловат. Но при этом он очень гармонично вписывается в структуру руля. Друзья, у нас на обзоре представлен автомобиль четырехместный. Конечно, сзади сидишь, у тебя ощущение приватности. То есть, это все так интересно. То есть, был бы здесь диван, обычный трехместный. То есть, была бы обычная пятиместная версия. Было бы не так интересно. Что хочу сказать по комфорту. Вот, я сидел за рулем, ничего не регулировал и сел сам за собой. Вы знаете, ну, если придираться, то, в принципе, ноги упираются в спинку впереди стоящего водительского сиденья. Но это, опять же, это, наверное, мои придирки больше. Так сидеть, в принципе, комфортно. При этом у водителя, прошу прощения, у пассажира за водителем, есть возможность регулировать наклон своей спинки сиденья. Но у пассажира, который находится справа, за передним пассажиром, и более функциональные, скажем, кнопки, то есть, он может впереди сидящего пассажира продвинуть. Ну, как в любом лакшери автомобиле. Достаточно интересно здесь, конечно, регулировки. Здесь и массаж, и подогрев, и обдув сидений есть. Смотрите, сколько ниш у сзади сидящих пассажиров. Это первое. Здесь подстаканники. Вот такой погребок. Вот еще одна ниша. То есть, в принципе, почему я говорю, что ощущение приватности? Потому что прям желание сесть и ехать с водителем. По тактильности здесь, опять же, да, перфорация. Кожа идет с перфорацией, с подогревом, с обдувом. Сиденья смотрятся сзади очень бомбически. Очень классные, то есть, с вышивкой, с тиснением аватар, с логотипом. Очень достаточно интересный автомобиль. Опять же, панорамная крыша своя. У водителя с пассажиром передним она разделена. Здесь полноценная крыша. Алькантара. Ну, все достаточно сзади интересно. Тут же, наверное, больше скажу. В такой версии, это больше для задних пассажиров машина. Друзья, ну вот и подошел к концу наш маленький обзор по электромобилю Аватар 1.1. Как и ожидалось, это достаточно интересный, высокотехнологичный автомобиль. Много разных плюшек, много разных фишек. Из минусов, наверное, я бы отметил, это небольшой багажник. Но я думаю, что для такого автомобиля большой багажник и не нужен. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы. Мы с удовольствием вам на них ответим. А я с вами не прощаюсь. Я говорю, до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok